Привет, это Атом Дуба. Мы все знаем, что вокруг любого магнита есть невидимое магнитное поле, которое обычно рисуют с помощью линий, ведущих из одного полюса магнита в другой полюс магнита. А можно ли как-нибудь это магнитное поле видеть? Самый простой способ сделать это взять железных опилок, тут железные опилки, насыпать их на стол. Ух ты ж, переборщил. Взять магнит. Я его сейчас поднесу под столом полюсом вверх. О, что мы видим. Появились вот такие вот ежики из опилок. Я двигаю магнит под столом, ежики движутся вместе с магнитом. И на самом деле мы уже видим линии магнитного поля, выходящие из одного из полюсов. Чтобы разглядеть с другого ракурса магнитное поле, нужно магнит развернуть вот так вот на бок. Но если я этот магнит поставлю, то вот тут далеко под столом, а если я подставлю под бумажку, все просто слипнется. Поэтому я возьму магнит поменьше. Вот этот вот магнит. И мы повторим эксперимент с помощью него. Цепилось. Цепилось. Вуаля! Собственно, да, теперь мы видим магнитное поле с другого ракурса, и можно, кстати говоря, заметить, что стрелка компаса-то поворачивается в ту же сторону, куда показывают железные опилки. Вот. Поэтому такими линиями, линиями магнитного поля, направленные в ту же сторону, в которой опилки, обозначают направление магнитного поля. В каждой точке пространства направление магнитного поля свое. Но мне больше всего нравится другой вариант этого эксперимента, где мы возьмем магнит и просто тупо облепим его этими опилками. И в таком варианте эксперимента мы сможем увидеть магнитное поле в трехмерном пространстве, объемное. До этого мы видели его проекцию на плоскость, то есть 2D вариант. А тут в пространстве вокруг магнита можно увидеть, как вот из одного полюса выходят линии и идут по кругу. Вот сверху здесь видно другой полюс. Это можно увидеть. Еще больше опилок взять туда, нахреначить просто там. Кроме этого магнитное поле бывает разной величиной, посильнее или послабее. Сегодня измерить величину магнитного поля может каждый, у кого есть смартфон. Вот смартфон. Я включил программу, которая показывает информацию с датчиков. Внутри смартфона находятся датчики холлы, которые измеряют магнитное поле вдоль трех координат. X, Y и Z. Вот можно поднести магнит, посмотреть. Там показания растут. Одно же обратно они уменьшаются. Или там повертеть магнитом, и стрелочка тоже будет крутиться. Слушай, Саркис, а знаешь, что я не понял? А что это эти опилки вдоль этих линий выстроились вообще, а? Да тут, в принципе, ничего сложного. Для того, чтобы прояснить этот вопрос, возьмем магнит. Вот этот магнит, это его северный полюс, это его южный полюс. Если поднести к нему монетку, то она прилипнет. Почему? Ну, монетка намагнитилась и прилипла к северному полюсу магнита своим южным полюсом. Возьмем вторую монетку. Она прилипает к первой. Ну, и можно так дальше продолжать. Они друг к другу липнут. Как такое получается? Дело в том, что кроме того, что монетки взаимодействуют с самим магнитом, они еще и сами намагнитились и взаимодействуют друг с другом. То же самое происходит с опилками. Они просто липнут к полюсам друг друга. Итак, мы с тобой сегодня разобрались, что магнитное поле в каждой точке пространства описывается с помощью направления магнитного поля и величины магнитного поля. И все. Можно, конечно, начать задавать всякие каверзные вопросы по типу «А вот если я магнит начну поворачивать, то насколько быстро вот эти вот линии вокруг магнита повернутся за ним? Или, а несет ли магнитное поле вместе с собой какую-то энергию?» Но на эти вопросы можно отвечать целыми книгами. Поэтому я этого не буду делать сегодня. На этом все. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»